Дом там, где семья. А в банке Дом.РФ 16,2% годовых по вкладу на три месяца. Самый главный вклад в семью. Друзья, здравствуйте! Давайте посмотрим вот на эти предметы. Ну, во-первых, канонический уже портрет Александра Сергеевича Пушкина, работы художника Тропинина. Это корпуса ткацких фабрик в Орехово-Зуево. Это знаменитая Смирновская водка. И вот это здание Склифосовского. Склиф, как говорят в народе, бывший странно приимный дом Шереметьево. Что все эти вещи объединяет? Объединяет их то, что все это дело рук крепостных. Тропинин, великий русский художник, был крепостным. Он получил вольную в 1823 году. В 1827 году написал портрет Пушкина. Ткацкие фабрики в Орехово-Зуево – это семья Морозовых. Дед Морозова, дед Савва Морозова, он выкупил себя и своих детей из крепостного права. И стал заниматься ткацким промыслом. Смирнов, его винная лавка, его известный водочный бренд. И вообще Смирнов, водочный король России, тоже был крепостным. И, наконец, этот странно приимный дом Шереметьево – это дань уважения. Даже не дань уважения, это просьба жены Шереметьево, известной крепостной актрисы Проскови Жемчуговой, на которой Шереметьев – это человек из благороднейшего рода России, на которой он женился. Она была тоже крепостной крестьянкой. Собственно, она пожелала сделать вот этот странно приимный дом, где бы оказывали помощь всем, что называется, невзирая народ и племя. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, как отменили крепостное право. Прежде чем мы начнем, я хочу вас попросить подписаться на канал, потому что очень много у нас новой аудитории, и многие смотрят выпуски, которых теперь стало больше, не подписываясь на канал. Поэтому я вас прошу подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы ничего интересного не пропустить. Когда мы с вами говорим о крепостном праве в России, ну, все, что, во всяк случай, большинство из того, что я посмотрел, что есть на Ютубе, это всегда, как правило, броский заголовок. Рабство в России. Давайте обсудим рабство в России, давайте обсудим, чем оно отличалось от рабства в Соединенных Штатах Америки. И, безусловно, мы сегодня об этом тоже с вами поговорим, но сводить к вот этому вот топ-5 отличия рабства в американских колониях и рабства в России, вот этого делать совершенно не хочется, потому что это довольно популистская история. Хотя, повторюсь, мы много параллелей сегодня проведем. Давайте посмотрим на этот институт, и самое главное на то, как крепостное право отменяли. Потому что, если читать историографию этого вопроса, создается впечатление, что вот какие-то предпосылки, да, были, естественно, они были, и потом царь Александр II сказал, надо это дело все отменять. Вот не мой, значит, предшественник не отменил, и предшественник предшественника не отменил, а я, значит, сейчас отменю. Но в реальности законы и реформы так не проводятся. И мы сегодня с вами попытаемся разобраться, как эта реформа, какими пружинами, скрытыми она была проведена, кто лоббировал эту реформу, кто ей противостоял. То, что вещи, которые я обнаружил для себя, во всяком случае, готовя этот выпуск, они дико интересны. Давайте начнем с небольшого исторического экскурса. Откуда вообще это крепостное право взялось, что одни люди буквально принадлежат другим людям? Надо двинуться с вами в путешествие вглубь веков, и еще, в общем, в домонгольскую, и даже потом в постмонгольскую Русь, в которой формируется класс. Класс служилого дворянства. То есть буквально это люди, которые со щитом и мечом защищают территорию. Этих людей нужно кормить, их нужно поить, их нужно обувать. И формируются другие классы, которые занимаются непосредственно обслуживанием тех, кто их защищает. Крестьяне, которые работают на земле. Мы будем вас кормить, мы будем сеять хлеб, собирать его, вы нас от этого врага, возможно, будете защищать. Ремесленники, которые занимаются промыслами, торговцы, которые, соответственно, торгуют. И вот эти вот классы начинают складываться. И поначалу, хотя это прозвучит кощунственно, это был общественный договор. Конечно, да, давайте сразу жирным подчеркнем. Никакого крепостного права еще нет в раннем средневековье. Есть некий общественный договор. Одни защищают, другие трудятся на этой земле, чтобы прокормить тех, кто ее защищает. Но дальше государство российское начинает укрупняться. Сброшена монгольская ига. Территория государства начинает расти. Государству нужны не только воины, государству нужны деньги. Что такое деньги в прежние времена? Это, как правило, налоги. Чем больше у тебя население, которое проживает на вверенной территории, тем больше можно с нее собирать денег. Есть крестьянские общины, которые закреплены за дворянами. Вот есть дворянин, у нее есть поместье, которое ему царь дал за то, что он родине служит. Вот тебе поместье. Соответственно, пока ты служишь, оно у тебя будет, это поместье. Не будешь служить, все у тебя отберем. В этом поместье проживают крестьяне, которые со своими семьями трудятся, собирают, сеют урожай, потом собирают этот урожай. Соответственно, эти люди должны платить налоги. Вот эта вот крестьянская община. И Иван Великий в 1497 году решает первую проблему. Он выпускает судебник. Люди, которые живут в крестьянской общине, они должны быть закреплены за определенные территории. Они не закреплены за территории, потому что они проживают в поместье какого-нибудь дворянина. Но они же там могут все встать и уйти к другому. И они так и делают, на самом деле. Потому что тот хозяин лучше кормят. Просто нормальный мужик. С ним как-то легче. Мы туда и пойдем, будем там у него жить и будем там землю пахать. Но это же как-то государство. Как не может же он так контролировать? Сегодня здесь есть люди, а завтра нет. Тем более российская территория, она же тоже специфическая. Есть плодородные земли. А есть земли не такие плодородные, сирые буквально. Ничего там не собираются урожаи. А налоги там надо тоже собирать. И в один прекрасный момент мы можем оказаться в ситуации, когда все крестьяне, все дворовые с этих нечерноземных земель убегут. И будут только на черноземье жить, потому что им там легче. Нам это такое не подходит как государство. И Иван Великий в судебники вводит понятие. Юрьев день – это день Георгия Победоносца. Вот за неделю до Юрьева дня и неделю после Юрьева дня крестьяне могут переходить от одного дворянина к другому. От одного хозяина, грубо говоря, к другому хозяину. Но заплатив деньги за этот переход. Потому что если они с одного двора уходят, этот двор теряет рабочие руки. Он теряет, в общем, и налоговое время. А на общину по-другому перераспределяется. И государство растет. Вот государство так хочет собирать налоги. И так налоги оно собирает. И вот этот судебник Ивана Великого – это первый шаг к закрепощению крестьян. Продолжение следует... И всегда со стабильным соединением. Сервис безопасный и очень удобный. С помощью искусственного интеллекта МТС ЛИНК сделает расшифровку звонка в текст и подведет итог встречи. А еще платформу можно интегрировать со сторонними сервисами. Почтой, календарем и не только. В общем, сервис действительно полезный как для работы в небольших командах, так и для крупных компаний. Поэтому МТС ЛИНК я вам очень рекомендую. Подключайтесь и протестируйте все возможности платформы бесплатно. Ссылка ждет вас в описании. Дальше мы с вами едем в эпоху Ивана Васильевича Грозного. У Ивана Васильевича Грозного в стране огромное количество проблем. Во-первых, Ливонская война, которая идет 25 лет почти. Война, которая высасывает все силы из государства. Людские ресурсы, бабки и все прочее. И как бы война – дело дорогое. Соответственно, нужно собирать большое количество налогов. И каким-то образом постоянно усиливать государственное давление. И Иван Грозный вводит такое понятие, которое называется «заповедные лета». Что это такое? В стране время тяжелое, непростое. Поэтому Юрия в день мы приостанавливаем. Никто никуда, ребят, уходить больше не может. Потому что вы должны сидеть на тех землях, к которым вы, товарищи крестьяне, приписаны. И с них надо платить налоги. И более того, здесь же вот этот государственный гнет, государственный прессинг, он же во все стороны распространяется. Дворяне пока служат, имеют поместь. Крестьяне, значит, приписаны к одному господину, там они и сидят. И крестьянская община, и не только крестьянская община, и торговые общины, посадские. То есть они препятствуют выходу из своих общин отдельных членов. Почему? Очень просто. Потому что есть налог. Налог накладывается на общину. Община в год должна, не придирайтесь с цифрами, не зная просто сколько, определенное количество денег. 100 рублей. Когда вообще не 100 человек, каждый по рублю должен заплатить. А когда 95, это значит 5 человек убежали, а 100 рублей, значит, уже надо между 95 членами распределить. А если 50 человек уйдет, это значит 100 рублей будут гасить 50 человек. То есть по 2 рубля на человек. Зачем нам это надо? Поэтому община тоже удерживает своих членов. А крестьяне, конечно, бегут. Они не только переходят от хозяина к хозяину. Они бегут к казакам, потому что там вольница казахская. А они бегут на те земли, где никакого гнета нет. Гнет какой существует? Ну, ты живешь на господской земле. Это значит, что ты должен исполнять барщину и исполнять либо барщину, либо оброк. Иногда и то, и другое. Что такое барщина? Это значит x дней в неделю. А возможно, если контроль нет, то и каждый день. Ты определенное количество времени вот пашешь и сеешь и жнешь на своей земле и на барской. Потом собираешь этот урожай, барину отдаешь. Либо оброк, когда ты платишь это деньгой. Или платишь какими-то другими материальными активами. С болинами шкурами, если рядом есть охота. Или еще какими-то вещами, которые твой хозяин этой земли может продать. Вот так все это и существует. Дальше, после заповедных лет, введены урочные лета. То есть, вообще нельзя переходить. И объявляется сыск беглых крестьян. Пятилетний. То есть, убежал чувак к казакам, его будут пять лет искать. Найдут, вернут хозяину. Если на шаг назад вернуться в заповедные лета, началось-то все с того, что много крестьян стало бежать. И поэтому крестьян этих надо было останавливать от побега, а позже ловить. Ну и вот, 1597 год, урочные лета и Юрьев день отменен. То есть, крестьянам говорили, вот-вот заповедные лета пройдут, потому что война закончится. А Пристина вроде тут заканчивается еще. И Юрьев день вернут. И вдруг вводят урочные лета. И вот эта пословица, вот тебе бабушка и Юрьев день, она оттуда родом из 1597 года. Представляете, сколько лет мы с ней живем, и население ее помнит. Это то, как ты что-то ждешь такого, что вот должно случиться, и ничего не происходит. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Вот она, отмена Юрьева дня. Дальше едем, 1607 год, срок сыска беглых крестьян удлинен, увеличен до 15 лет. Далее, 1649 год, царь Алексей Михайлович, тишайший, он принимает соборное уложение. По соборному уложению сыск беглых крестьян бессрочный. То есть, не можешь ты больше никаким образом бежать и через 5-10 лет обрести свободу, потому что тебя не нашли. Тебя найдут через любое количество времени, если, конечно, найдут, и обратно вернут. И появилась так называемая крепость. Что такое крепость? Это запись прикреплений конкретных крестьян к конкретному поместью. И помещик распоряжается и землей, и всем имуществом крепостных. И вот эта вот крепость, отсюда идет слово «крепостное право». Весна – отличное время, чтобы добавить пару новинок в свой гардероб. И сегодня, чтобы подобрать для себя вещи из актуальных коллекций известных мировых брендов, достаточно всего пары кликов. Ведь практически все и по приятным ценам есть на US Mall. US Mall – это маркетплейс, который выкупает брендовую одежду в фирменных магазинах Америки. На сайте представлены товары из разных категорий. Одежда и обувь от Ralph Lauren, New Balance, Tommy Hilfiger и других известных брендов. Кроме того, на US Mall можно найти товары для дома, спорта и даже товары для здоровья с американского iHeart. А недавно в интернет-магазине появился и раздел «красота», где можно выбрать косметику и уходовые средства от мировых брендов. На US Mall представлены оригинальные товары по ценам в среднем на 30-40% ниже, чем в российских магазинах. Оформить заказ просто. Вам нужно выбрать необходимые товары, добавить их в корзину и оплатить покупку картой любого российского банка. US Mall выкупит вещи в США и доставит их вам за 2-3 недели. А в случае, если заказ перепутают или повредят во время доставки, магазин компенсирует стоимость вашей покупки. По промо-коду MINIF20 вы сможете оформить заказ с дополнительной скидкой 20%. С US Mall покупки будут не только приятными, но и выгодными. Ссылка уже ждет вас в описании. Переходите прямо сейчас. Давайте проедем вперед по вот этому историческому таймлайну. 1690 год. Петр I начинает войну с европейскими державами, прежде всего со Швецией. Нужен флот. Кто будет строить флот? Ну, это же не технологии 20 века. У тебя есть заводы, которые все эти корабли, значит, там собирают. Корабли деревянные, их надо буквально рубить, то есть строить топорами. Откуда эти рабочие руки взять? И Петр I издает указ о продаже поместных крестьян без земли. Рабочие руки нам нужны, поэтому, граждане помещики, мы у вас крестьян будем скупать и переводить их в посессионные крестьяне. Что такое посессионные крестьяне? Значит, он без земли прикреплен к заводу или фабрике, который льет пушки или строит корабли. И это, конечно же, была наиболее худшая доля, потому что когда ты на своей земле, которая хоть и принадлежит помещику, но, в общем, ты на ней живешь, ты ее обрабатываешь, ты с нее кормишься. А когда ты посессионный крестьянин, то есть приписан к государевой фабрике, это вообще кошмар, потому что, ну, кроме вот этого вот труда бесконечного, ничем ты больше заработать не можешь и вернуться обратно ты не можешь в деревню, потому что это невозможно. И вводится понятие, ну, оно уже достаточно давно было введено, понятие дворни, то есть это всевозможные дворовые, которые прислуживают барину в усадьбе. Слуги, конюхи, няньки и так далее и тому подобное. У них никакой земли тоже нет, они просто живут на господском дворе в своих домах или в части барского дома и за еду работают, баринах всем необходимым обеспечивает. При Елизавете Петровне начинаются такие небольшие подвижки, надо бы какие-то послабления ввести крестьянам, Елизавета Петровна разрешает крестьянам заниматься, во-первых, разрешает помещикам своих крестьян отпускать, и крестьяны могут выкупаться и заниматься промыслами, могут заниматься торговлей, могут заниматься охотой. То есть, иди ты до Елизаветы Петровны поохотишься или порыбачь на барской земле. Это, в общем, не леса, угодья и реки, это не твоя земля, ничего ты там делать не можешь. Конечно, это не было так, как было в средневековой Англии или Франции, когда за охоту в королевских лесах, например, на оленя, тебя могли просто убить, потому что олень считался королевским трофеем. Ну, я полагаю, что в России тоже ничего хорошего бы с той не произошло, дали бы тебе батагов или плитей за то, что ты какого-нибудь там завалил лося или медведя, не спросив на то хозяина, собственно говоря, леса. Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. Вот она с Вольтером переписывается, ее подруга Дашкова переписывается с Дидро, и они все такие с себя просвещенные. И Екатерин действительно говорит о том, что крепостное состояние, это, конечно, бесчеловечная штука. И Дашкова, полемизируя с деятелями эпохи просвещения, говорит о том, что да, конечно, это неправильно все, но вы понимаете, в чем дело? И освобождать тоже неправильно, потому что, во-первых, они необразованные. Сначала надо образовать всю эту крестьянскую массу. Во-вторых, слушайте, ну помещики, они же тоже не звери. У них крестьяне это не рабы. Они живут в своих избах, они кормятся с этой земли. Они, собственно, на этой земле работают. И помещик вынужден о них заботиться. Может, он того и не хочет, но вынужден, чтобы они были здоровые, не больные. Ведь они же ему, собственно, эти урожаи это приносят. Поэтому нет, рановато, рановато. Необразованный народ, и Дашкова, я не помню, кому она сказала, ну там вот в ее рассуждениях с французским просветителем была такая фраза, что вот лежит слепой на вершине, значит, горы. И самое плохое, что можно сделать, он не осознает своего положения. Лежит и лежит, ему еду приносят, там воду приносят. А сейчас вот подходит какой-нибудь врач и снимает у него повязку с глаз. И он, значит, встанет и начнет ходить. Он же не знает, что вокруг пропасть и рухнет туда. Ну, я близко к тексту это пересказываю. То есть, очевидный тезис, да, что, конечно, бесчеловечный закон, но сами крестьяне не образованы. Сначала надо образование дать, чтобы они были готовы воспринять эту свободу. А уж потом мы дадим им эту свободу. Надо сказать, что в тот момент уже Екатерина Великая подписала манифест о вольности дворянства. Уже можно делать, что хочешь со своими крестьянами. Продавать их, менять их, продавать их, разделяя семьи. То есть, они фактически, фактически собственность. И в этом, конечно, близка история с рабством в Америке. Конечно, рабство это история с сегрегацией, в первую очередь, потому что рабы были чернокожими. Только чернокожими, у них не было вообще никаких прав. Нельзя было жениться, у них не было никакого имущества, их можно было продать. Все-таки крестьяне жили на своей земле. И эту землю, понятно, что она принадлежала помещику. Но крестьяне во многом воспринимали как свою, потому что они вот часть своей земли обрабатывали, часть земли обрабатывали помещик. И вот этот вот, что называется, такой неправовой договор. Общественным договором трудно это назвать, я не люблю эту формулировку. Ну, то есть, хороший общественный договор, когда одна каста общества унижает другую. Нет, но это вот веками сложившийся порядок. Конечно, это отличалось от рабства. Где-то не отличалось, хотя могут продать, например, разделив твою семью. Где-то отличалось, что у тебя есть имущество. Ты можешь жениться, ты можешь выходить замуж. Но, конечно, помещик должен благословить это. И помещики тоже себя по-разному вели. То есть, условно говоря, если, например, случилось так, что один крепостной у одного помещика полюбил крестьянку из соседнего поместья, у них дети появились. Лучше себе эту семью забрать. Дети же вырастут у меня в поместье, значит, у меня будет больше рабочих рук. То есть, это все тоже было подвязано под этот местечковый уровень производства и уровень экономических отношений. Крестьяне-то не могут подавать жалоб, не могут судиться со своими помещиками до определенного времени. Но, тем не менее, это не значит, что помещики, в общем, были не подсудны. Вспоминаем дело Салтычихи, выпиющее, которое было при Екатерине Второй. Салтыкова помещица, которая была, в общем, во всех отношениях хорошая, прекрасная женщина. По-моему, умер муж. Я пересказываю это довольно быстро, чтобы не все хитросплетения не рассказывать, поскольку временные рамки нам этого не позволяют. Умер муж и, видимо, поехала с Салтыковой кукухой. Она начала буквально мучить и пытать всех своих крепостных. Ей приписывают 100 убийств, хотя документально доказано 37. И уже соседи начали писать в Петербург, что ну это просто монстр какой-то у нас монстриха живет. Ее арестовали, ее судили, и она сидела в подземной яме долгое время без света. Ей давали только лучину, чтобы она там могла при лучине есть, и читать церковную книгу. Потом ее переяли в монастырь, но ей дали пожизненное. Это был громкий процесс, и Екатерина сказала, что я никому не позволю издеваться над дворовыми и над крепостными. И это еще одно важное различие. Раба можно было убить в Америке, раб был в вещи. Во все времена в Российской империи было запрещено убийство крепостных. Да, конечно, Елизавета Петровна разрешила и дала право своим дворянам ссылать в Сибирь своих крестьян. За кражи, неповиновения, поджоги и так далее и тому подобное. Да, были разрешены телесные наказания. Да, даже к гарему из крестьянок относились не как к какому-то дому терпимости. Ну нормально, а что? Ну вот живет барин со своими дворовыми девками. У нее их пять, и у него незаконно рожных семь детей. Ну это нормально, это такой уклад вот у нас. А что такого-то уклад у нас? Вот это, конечно, не воспрещалось. Ну вот узаконенного убийства, как в Северной Америке, конечно, не было. Но тем не менее, конечно, это несвободное состояние. Еще некоторое количество факторов было совершенно абсурдных. Ну, например, существует команда усмирения. Это солдаты, которые в случае крестьянских бунтов приезжают в поместье или в губернию, эти бунты усмиряют. Так вот, содержание этих команд усмирения возложено на крестьян. Определенное количество денег должны забирать, собственно, с поместья, чтобы содержать на это команды усмирения. Несмотря на то, что Салтычиха, это был, скорее, единичный пример, не было такого повального осуждения помещиков при Екатерине. И Радищев, он же, в общем, и критикует эту систему крепостничества. И во многом за это его, не за вольнодумство, а просто за антисистемные речи, его ссылают в Сибирь. При Павле I, про который надо обязательно сделать как-то выпуск, потому что это довольно интересный император. Многие его считают абсолютным безорем, а многие считают, историки, что этот человек, который мог бы многое сделать, но не успел, ему не дали. Так вот, Павел I пытается регламентировать отношения крестьян и помещиков. Например, он ограничивает барщину. То есть, те дни, когда крестьянин работает на своего помещика. Ограничивает тремя днями в неделю всего. Больше запрещено. И вводит в воскресенье выходным. То есть, вот за выходное и воскресенье мы должны быть благодарны Павлу I. Запрет на продажу без земли и на разделение семей. То есть, семьи нельзя больше разделять при продаже, и крестьянин нельзя продавать без земли. Что это значит, продаж без земли? Ну, то есть, умирает какой-то помещик или поместье, разоряется, и вот крестьян оттуда землю одному продают, а крестьян другому. Там, правда, на местах сразу перемутили этот указ Павла I, и нашли в нем заковыку, что Павел I написал, запрещена продажа без земли с молотка. На аукционе. А если без молотка, то можно и продавать, значит. Ну, то есть, понятно, что помещики все, которые расселись по землям российским, они те еще были крючкотворы и пользовались любой, значит, пазухой в законе, чтобы туда свою пятерню просунуть. Дальше следующее уже царствование, следующее царствование, меняется весь, прежде всего, моральный настрой дворянства, и меняется экономический уклад. Что это значит? В смысле, что дворяне все стали вдруг раз и такими воскоморальными? Ну, конечно, нет. Просто война 1812 года. Много дворян поехало в Европу, что называется, не поехало по приглашению, не по визе, а пошли войсками, чтобы победить армию Наполеона. Они увидели, что там-то отменено уже крепостное право, и там лучше как-то все это организовано, более эффективное сельское хозяйство, уже переход к капиталистической форме управления идет. Конечно, дворяне таких слов не знали, но, тем не менее, они же видели, что меняется способ производства, меняется экономика. И вообще, огромное количество трудов просветителей все читали, аморально, когда человек владеет человеком. Тем более, в Европе, в подавляющем большинстве стран уже к началу и середине 19 века было отменено крепостное право, и там шла уже дискуссия о запрете рабства. Не за запрете рабства внутри Европы. Это, кстати, тоже довольно интересное рассуждение, что рабство в Европе было там еще в раннем средневековье запрещено. Но вот в Европе запрещено, а в новых колониях, пожалуй, что и разрешено, и поддерживают и испанцы, и англичане, и все, кто хочет. Потом они начали это постепенно в 19 веке отменять. То есть, это тоже такой избирательный закон. Вот есть одни люди, они там живут на европейской территории, а это какие-то, значит, эти чушпаны, какие-то дикари, они там живут где-нибудь в Гваделупе. Ну, и там и рабство, значит, можно. Они же люди непросвещенные. Вот это тоже довольно лицемерный подход, но, что называется, из песни слов не выкинешь. И вот дворянство меняется. С одной стороны, владеть людьми это аморально, а с другой стороны, экономика у нас, в общем, неправильно развивается. Потому что этот крестьянский крепостной труд, но он все равно, он же не оплачивается. Он все бесплатный, поэтому он неэффективный. Не будет человек вкалывать и класть семь потов, чтобы просто отработать барщину. Если бы за это деньги платили, он бы, наверное, по-другому работал. В 1840 году крестьяне получили право жаловаться на помещиков и судиться с ними. И отменено крепостное право в Истляндии, Лифляндии и Курляндии. То есть во всей Прибалтике, которая является территорией Российской империи. Крестьяне там стали свободны, но без земли. При Николае I, Николай Палкин, тоже, кстати, надо, как его звали в либеральных кругах, человек, который, в общем, знаменит своей реакционной политикой управления государства. И вообще это такой жесткий период реакции, который, очевидно, понятно, почему получилось. Его царствование началось с восстания декабристов. И понятно, что дальше он все пытался контролировать и все держать в цензурных и силовых, что называется, тисках. Так вот, при Николае было арестовано 200 имений за то, что помещики притесняли крестьян. Бессудное наказание, унижение, кого-то покалечили во время телесных наказаний и так далее и тому подобное. 200 имений. Такого не было ни в одном царствовании. Но, тем не менее, по-прежнему телесные наказания считались ок. И вот это все гаремное сожительство со своими дворовыми девками тоже считалось совершенно ок. И вот мы с вами в 40-х годах 19 века. Что происходит? Почему институт начинает трансформироваться? Ну, во-первых, как я вам уже сказал, есть моральный аспект. Но мы с вами, люди, которые уже посмотрели 300 выпусков на моем канале, мы в моральные аспекты в истории с вами, конечно, не верим, что все стали резко такие высокодуховные. Нет. Но, тем не менее, стоит признать, что сместился институт, сместилось понимание и стало с крепостными обращаться как со скотом, ну, просто не камильфо. Другая культура. Экономика, я вам уже сказал о том, что это совершенно никак не двигало экономику. Потому что уже все страны европейские, они движутся в пути индустриализации. Во всем остальном мире что тогда происходило? В Англии последний крепостной был отпущен на волю еще указом матушки Елизаветы Первой Английской. В 1574 году это произошло. Отдельная тема, как крестьян сгоняли в Англии земель, огораживание, все это прочее не тема нашего. Тем не менее, крепостного права не было, начиная с 1574 года. В Испании, там вообще крепостничество не очень сложилось. Ну, в 14 веке оно полностью закончилось на территории Леона Кастилия, а на территории Арагона и Каталонии, которые поближе к Франции, к Французскому королевству, отменили крепостное право в 1486 году. В Голландии на большинстве территорий к 1500 году никакого крепостного права не было. А в Швеции и Норвегии вообще не было никогда крепостного права. Видимо, это наследие викингов, которые вот не хотели, чтобы кто-то там властвовал над ними. То есть, начальник может быть, но хозяин никакого быть не может. Это я домысливаю. В Дании, наоборот, она так тяготела к германским землям, и там крепостное право было отменено в 1788 году. В Венгрии его отменили в 1785. Во Франции крепостное право отменено в 1789 году, благодаря Великой Французской революции. Прусссия, тоже довольно жесткое крепостническое государство, отменило крепостное право в 1807 году. Ну, то есть, посмотрите, да, вокруг нет никакого крепостного права. И вокруг совершенно по-другому развивается экономика. Чем важна экономика государства? Ну, понятно, чтобы государство лучше жило. Но еще одна проблема была. Крымская война. Крымская война проигранная, потому что мы катастрофически отставали по тому, как мы производили вооружение, по логистике, по системе армии и так далее и тому подобное. А для того, чтобы строить заводы и фабрики, нужны рабочие руки. Нужен пролетариат. Откуда его взять? Его можно рекрутировать только от крестьян. Ну, и самое главное, то, что, на мой взгляд, самое главное, простите мне эту вольность. Помещики. Вот этот класс дворянства. Я не хочу эту цитату приводить, не хотел. Ну, она довольно вот точная же, да? Вот эта группа «Белый орел» и вальса Шуберта, и хруст французской булки. И вот эти милые, потрясающие помещичьи вечера в усадьбах с вареньем, с наливочками, которые и Гоголь описывал. Все так уютно и мило. Но ведь это же люди, которые, во-первых, всю эту милоту и уют оплачивали за счет труда на них совершенно огромного, бесплатного труда, огромной массы населения, во-первых. Во-вторых, это же были трудни. Они же ни черта не понимали в экономике и не хотели понимать в этой экономике. Вот купцы есть, они торгуют. Какие-то биржевики есть. Но это же, извините, западло. Мы, например, Шереметьево. Или мы какие-нибудь Шуваловы там. В восьмом поколении мы еще там от Рюрика ведем свой отчет, как долгорукие князья. Мы что, торговать что ли будем? Ну, торгуют пусть лохи. А мы-то почему должны торговать? У нас кровь какая голубая. И вот эта вот неспособность дворянства ничего создать, неспособность как классу трансформироваться в следующий век, привело к одной простой истории. Смотрите, подчеркнем это, 1850 год. По всей России к этому году две третьих имений заложены. Что это значит? Это значит, что помещики закладывали свои имения государству. И получали за это денюжки. На которые они что делали? Вальсы Шуберта и хруст в французской булке. Поехали, значит, на воды в Баден-Баден. Сгоняем в Ниццу. Попьем. Поиграем в картишки. То, что называется хорошей жизнью. Вот на это все было промотано. Вся Россия была фактически промотана. И реформа, она же могла состояться по щелчку царя. Просто он мог к ним прийти и сказать, дорогие помещики, вы знаете, вышло так, что вы банкроты. Две третьих ваших земель заложены в казне. Поэтому мы вам эти долги прощаем. Спасибо вам всему доброго. До свидания. Крестьян мы освобождаем. Там мы с ним сейчас договоримся. Часть из них будет рекрутирована в города. А вы дальше живите себе. Но почему Александр Второй этого не делает? Потому что выбирая между восстанием крестьян, а восстания крестьянские происходят в огромном количестве. При Екатерине была Пугачевщина, где главный вообще, главный постулат Пугачева, всех дворян, которые разоряют нас, крестьян и наши земли, вешать, казнить и убивать. Потому что они наши главные враги. Не царь, а именно эти супостаты. И крестьянские восстания постоянно происходят. И боится России крестьянской войны. Она вынуждена держать несколько внутренних армий на всякий случай. Но выбирая между крестьянским бунтом и дворянским бунтом, который на секундочку весь 18 век менял Россию. Все дворянские перевороты, все отлично о них помнили. А в памяти Александра Второго еще живет восстание декабристов, которое случилось за пару десятилетий до описываемых событий. И выбирая между обидеть дворян и обидеть крестьян, ну, конечно, дворян, наверное, обижать не надо. Они трудни, уроды, они не хотят меняться. Они как сидели со времен Ивана Великого на своей земле, так они и сидят. Они уже даже, им даже уже подписали манифест о вольностях. Раньше они хоть служить были обязаны, а сейчас они даже не обязаны служить. Они могут сидеть в своих поместьях. Понятно, что общественная мораль не допускала для дворянина отсутствие службы. Если ты не служил, на тебя смотрели как на человека порченного. Чего ты тут не служишь-то? Мужики все должны служить. Может, не в армии, хорошо, но в госструктуре. А ты сидишь в поместье. Да, и мораль этого не допускала. Косо смотрели на это. Но, тем не менее, слушайте, не трансформировался этот класс. Но этот класс мог в одну секунду совершить дворцовый перевод. Поэтому с ним ругаться не стоило. И вот в такой обстановке правящие элиты, будем говорить казенным языком, понимают, что с крестьянским вопросом что-то надо делать. И Александр II будет говорить, выступая перед дворянством, что очевидно, состояние это несправедливое. И очевидно, что должно оно быть отменено. И лучше это сделать сверху, чем оно сделается снизу. Вот такие первые мячи пробные, что он закидывает. И здесь есть одна интересная вещь. Вот сколько я не читал про эту реформу, отмену крепостного права, я нигде это не видел, как такую, не то что базовую, но как важный момент. А этот момент мне кажется очень важным. Эта реформа, наверное, один из успешных, может быть, даже один из первых, но точно один из самых успешных примеров, как в правящем классе эту реформу сделали два, не класса, но два, скажем, лагеря антагонистических. Лагерь либералов и лагерь консерваторов. Он есть в каждой стране. Есть люди, которые не хотят ничего менять, есть люди, которые что-то хотят менять. Причем те, которые не хотят, говорят, что слушайте, ну в ваших переменах больше угрозы, чем что-то хорошего. И они тоже где-то во многом оказываются правы. Но тем не менее, везде идет вот это вот противоборство. Мы давайте их условно называть либералами и консерваторами, так как их называли в Российской империи. Впоследствии их будут называть славяны, филы и западники. И это тоже справедливое название. С начала 40-х годов 19 века во дворце Великой Княжны Елены Павловны образуется такой кружок. Кто такая Елена Павловна? Елена Павловна это жена Михаила Павловича, Великого Князя. Это четвертый сын Павла Первого, то есть получается дядя Александра Второго. И вот его жена. Брак был, честно говоря, не очень удачный, потому что дядя Миша ее, судя по всему, не очень любил, и был к ней холоден, дети у них были. Но, в общем, он больше интересовался делами военными, строевыми, а это все ему как-то не очень нравилось. Не счастлива она была в браке, но, тем не менее, они жили, и как бы никаких скандалов не было. И Елена Павловна, она во многом, она прославится, во-первых, как пружина этой реформы по отмене крепостного права. Она будет связана с созданием института сестер милосердия. Когда муж еще был жив, у них во дворце постоянно были балы, приемы шикарные, была такая светская тусовка. И когда муж умер, она эту тусовку свернула до суаре, до салонов, где читали книги, обсуждали какие-то новости, музыку обсуждали и тому подобное. Ну, надо сказать, что Елена Павловна, она же у нас была в православии, а на самом-то деле она была принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртемберская, то есть немка. И вышла она замуж за Михаила Павловича и уже приняла православие. Соответственно, на православный манер называли ее Еленой Павловной. Дама была во всех отношениях просвещенная, но самое главное, она обладала талантом срастить вот эти вот два лагеря. Потому что у нее, понятно, что при дворе сразу пошли слухи, что вот это немка, муж умер, она тут либеральный кружок у себя, значит, завела во дворце. И действительно, у нее сплошь либералы там, Киселев, Кавелин, Самарин, Милютин. Я сейчас перечисляю все эти фамилии, потому что вы с ними сейчас встретитесь еще в нашем повествовании. Вот это все люди, которые хотят менять Россию. Они говорят о судебной реформе. Они говорят, прежде всего, о реформе крепостного права, об отмене крепостного права. И все это там муссируется. Но Елена Павловна обладала мудростью. Потому что в тот же момент, вместе со всеми этими либералами, у нее на этих суаре тусуются, как сейчас бы сказали, силовики. Глава МВД, глава Министерства иностранных дел, императрица. И захаживает сам император. Вот в этом творческом бульоне она одних сводила с другими. Ну, условно говоря, вот есть Милютин. Он пишет какие-то записки по реформе крепостного права. Надо дать, почитать эту записку, например, брату царя, Константину Николаевичу. Ну, дайте сейчас чуть по хронологии. То есть, как это было? 1856 год. Появляется записка Кавелина об освобождении крестьян. Записка эта всячески критикуется. Но, тем не менее, Кавелин, это человек, который там преподает. Он, в общем, умнейший мужик. Да, он выступает с таких полукритических позиций по отношению к государству. Но, что называется, без заступов. Вот появляется эта записка. На основании этой записки Елена Павловна делает так называемую Карловскую инициативу. Потому что она же сама помещица. Она великая княжна. И вот в своем имении Карлова она делает эксперимент. Почему бы не отменить крепостное право, чтобы не дать землю крестьянам в рамках, что называется, одного поместья. После этого она делает документ вместе с Кавелином, который уже упоминался, и Милютиным. О освобождении, план освобождения крестьян в Полтавской губернии. И этот план опубличивается, что называется. В 1856 году появляется записка Милютина про крестьянский вопрос. Эту записку Милютина знакомит с братом царя на этом же салоне, с Константином Николаевичем. Записку ему передает. Совершенно очевидно нам с вами, что брат императора, конечно, эту записку отдал императору. Сказав, дорогой брат, государь император. Вот люди, в общем, что-то дельное предлагают. Надо это почитать. С одной стороны. С другой стороны, в другом лагере, в лагере, будем говорить, ну, не хочется называть силовиков, хотя там много было силовиков, в лагере консерваторов, появляется записка князя Долгорукого. Князь Долгорукий, это вообще просто голубейшая кровь. Это, ну, элита, элитовна, элитовична. Даже не знаю, как это назвать. К нему очень специфически относились при Петербургском дворе, потому что он ни черта не делал. И, как писали современники, только происхождением своим, потому что Долгоруковы были при дворе со времен вообще непонятных, так вот, только благодаря своему происхождению он получал должности, ордена и так далее и тому подобное. И в 1855 году он подает записку на имя императора о том, что вот надо крестьянский вопрос как-то управить. Но записка остается без движения. А вот после записки Милютина движение начинается. И вот именно это дает мне основание сказать, что кружок этот Елены Павловны стал пружиной всей реформы. Записка Милютина уезжает через брата императора к императору. Сначала в этом же салоне Елена Павловна устраивает встречу Милютина с императрицей. Тоже какая женщина мудрая, да? Не к мужу сначала поэлла к жене. Типа, ты там ее очаруй, императрица, тын-тын-тын, а она потом тебе мужа приведет. И действительно, пришел государь-император, и они с Милютином познакомились. И потом будет еще несколько встреч, чтобы способствовать карьере Милютина. В 1856 году записка Милютина, как я вам уже сказал, передана императору. И в начале 1857 года образуется секретный комитет по крестьянской реформе. Секретный, то есть не публичный. Входят туда различные чиновники. И входят, естественно, крупнейшие землевладельцы. И представители довольно знатных фамилий. Орлов, потомок тех самых Орлов, Муравьев, Гагарин, Корф, который был учителем детей Александра Второго. И Ланской, министр внутренних дел. Силовик из силовиков. И вот что интересно. Во-первых, Ланской там же, на светских раутах у Елены Павловны, знакомится с Милютином. И привлекает его в штат, пока без должности. Ланского постоянно обвиняли в том, что он окружился либералами. У него работает Левшин, который после создания комитета пишет огромное исследование. Исторический обзор крепостного права на высочайшее имя. То есть по просьбе государя-императора создается такая справка. В том же 1857 году один из членов комитета, Муравьев, пишет довольно реакционный документ, что, конечно, надо крепостное право видоизменять. Но никаких прав им давать не надо. И землю им не надо, крестьянам давать. Потому что они не готовы, не обучены. Но опять вся та же шарманка. Как в противовес из другого либерального лагеря, выходит другая записка господина Черкасского. Тоже человека, близкого к великой княжне Елене Павловне. О лучших средствах к постепенному исходу из крепостного права. Записка эта публикуется. Она заказана Еленой Павловной. И она передается императрице и дальше императору. Что есть и другой взгляд на этот вопрос. В общем, совершенно очевидно, что процесс пошел. Процесс пошел, и Александр Второй понимает, что надо с этим что-то делать. Тем более, Александр начинает целую череду реформ. Ведь нельзя же рассматривать отменку крепостного права как просто гвоздь такой посреди стола. Судебная реформа, военная реформа. Это все в правлении Александра Второго. Его зовут царь и государь освободитель, потому что он освободил крестьян. Там же еще был целый ряд реформ. И вот, собственно, эта реформа была в русле тех преобразований, которые он хотел сделать со страной. Дальше, после обзора Левшина, в том же 1857 году, появляется 20 ноября Рескрипт Назимову. Что такое Рескрипт Назимов? Во-первых, что такое Назимов? Назимов это губернатор Виленский, Гродненский и Ковенский. Генерал-губернатор. И вот 20 ноября ему приходит из Петербурга такой документ. Следующее содержание. В губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской были учреждены особые комитеты из предводителей дворянства и других помещиков для рассмотрения существующих там инвентарных правил. Ныне министр внутренних дел довел до моего сведения о благих намерениях, изъявленных сими комитетами относительно помещичьих крестьян, означенных трех губерний. Одобряя вполне намерения сих представителей дворянства Ковенской, Виленской и Гродненской губерний, как соответствующие моим видам и желаниям, я разрешаю дворянскому сословию Оных приступить теперь же к составлению проектов, на основании коих предложений комитетов могут быть приведены в действительное исполнение, но не иначе, как постепенно, дабы не нарушить существующего ныне хозяйственного устройства помещичьих имений. Для сего повелеваю открыть теперь же в губерниях по одному в каждой приуготовительному комитету, а потом для всех трех губерний вместе одну общую комиссию в городе Вильне. Вы понимаете, документы, ну вот я сейчас его так читаю, документ такой был направлен царем к генерал-губернатору, а генерал-губернатор в этот момент буквально если он стоял, он присел, потому что он когда читал это, он говорит, какой запрос дворянства моих трех губерний-то? Вы что пишете? Мы не хотим никакой реформы, нам не нужна реформа. Что это за запрос? Как-то идя навстречу пожеланиям дворянства, надо освободить наш источник дохода. Крестьян, вы нас отнятие. Это как такое? Что такое может быть? И начинаются запросы в Санкт-Петербург. Что же это такое-то? И запросы должны быть как-то отвечены. И для ответа на этот запрос находится казуистика. Обратите внимание, как государство ловко действовало, когда оно что-то хотело продавить. На запрос, что это на основании чего, рескрипт? Нет, конечно, генерал-губернатор не мог обратиться ни с каким запросом. На основании чего царь мне пишет, рескрипт? Рескрипт это поручение. Стали задавать вопросы по всяким разным каналам. И нашлось объяснение. Оказывается, некоторое время тому назад воронежский губернатор Спирин, услышав речь Александра Второго о том, что крестьянский вопрос должен быть сверху решен, а не снизу, захотел разъяснений. И обратился к министру МВД Ланскому. Типа, а вы не разъясните, что это такое-то? Как с этим жить-то? А оказывается, еще и Санкт-Петербургское дворянство с таким запросом обращалось. Эти запросы были опубличены. И сказано, вот же, сами же вы просили. Мы навстречу пошли. Мы даже самый вот воронежский губернатор. Не такой, может, важный. Но мы все равно пошли навстречу. И вот он, наш рескрипт. То есть дворянство поставили перед фактом. Создали иллюзию, что вы сами к нам обращались. И мы, собственно, вот теперь с разъяснениями приходим. Давайте делать реформу, дорогие друзья. Начинают формироваться губернские комитеты из представителей дворянства, которые должны, значит, давать всевозможные предложения по крестьянской реформе. И в 1858 году образован главный комитет по крестьянской реформе. Он преобразован из секретного. То есть теперь это вещь публичная. И дворянству сказали, ребята, мы поехали по пути реформы. Губернские комитеты 1858 года начинают свою работу. 21 апреля новая программа комитета появляется. 4 декабря новая программа реформы. Но, собственно говоря, нужно же воплощать это в жизнь. То есть надо понять, что эти дворяне, они, конечно, сейчас скажут, что они будут участвовать. Но участия ни в чем не будут. То есть реформа им не нужна. Они хотят оставить все как есть. И в 1859 году происходит два важных события. Ну, во-первых, создается такой департамент или институт, если хотите, редакционные комиссии. Которые все эти предложения дворян со всех губерний должны собрать. Причем не так, в смысле присылайте, не присылайте. А 28-го числа, чтобы были они, или 5-го числа, чтобы прислали. Потому что в России, вы же знаете, по-другому ничего не работает, если начальство не скажет. В редакционные комиссии нужно поставить начальника. И вы знаете, Александр II ставит туда начальником боевого генерала Ростовцева. Это человек, который в свое время сообщил Николаю I о том, что декабристы готовят заговор. Человек, которому Александр II бесконечно доверял. Герой русско-турецкой войны. Боевой генерал. То есть вот он плоть от плоти режим. Естественно, его, такого человека надо поставить, чтобы он следил за этим процессом и возглавлял его. И второе важное событие. В 1859 году Милютин, который столько записок писал, тот самый человек из кружка Елены Павловны, становится товарищем министра Ланскола. Товарищ министра, это на наш с вами язык, значит, замминистра МВД. Вот он стал замминистра МВД. И Ростовцев все эти комиссии возглавляет. Причем там совершенно интересная вещь была. Ростовцев был, как вы понимаете, консерватор. Консерваторович вообще просто в 18-й степени. И перед своим назначением он поехал на отдых в Германию, на воды. И он уже знал о назначении. Он начал там изучать вопрос. И до этого он был абсолютно консервативно настроен. Начал изучать вопрос, как это на Западе произошло. И он из своего отпуска напишет 4 письма государю-императору о том, как, собственно, надо эту реформу делать, основываясь на опыте сопредельных стран. И вернется он, в общем, в редакционные комиссии человеком, который уже будет горячим сторонником этой реформы. А Милютин становится его правой рукой в редакционных комиссиях. И, в общем, реформа эта руками Милютина во многом связана. И дальше тоже удивительное же происходит. Редакционные комиссии – это 31 человек. Там, конечно, чиновники различных ведомств. Они все крепостники, жуткие, все огромные помещики. Но вместе с тем в аппарате работают те самые либералы из кружка Елен Павловны. Милютин, Соловьев, Семенов-Тяньшанский, наш великий географ, Самарин. Все эти люди работают в редакционных комиссиях. И они начинают двигать эту реформу. Причем вы понимаете, да, что, ну, помещики вообще этой реформы не хотят. Они отпирают, просто четырьмя лапами ее отталкиваются, потому что их лишают дармовой силы. За счет чего весь этот бесконечный хруст французской булки был несколько столетий. Все сейчас это ничего хрустеть уже не будет. Потому что у нас забирают людей, которые наше благосостояние поддерживают. В 1859 году появляется проект Пазена. Это помещик, который предлагает сделать реформу постепенную. Значит, крестьян выпускать на свободу, но без земли. Появляется идея о том, что они должны ее выкупать. И, в общем, ростовцев эту реформу всячески поддерживают. Но, тем не менее, постоянно, постоянно новые предложения поступают. Просто как это собиралось? В августе 1859 года уже царский указ есть. Надо делать реформу. Депутатов не могут созвать. Там 21 депутат находится. Потому что кто-то не приезжает, кто-то не присылает ничего. В феврале уже их 24 депутата. И дальше это количество будет увеличиваться. И в феврале 1860 года случается вещь ужасная. Которая могла реформу похоронить. Ростовцев, этот боевой генерал, который встал на путь реформатора, он умирает от старости. И на его место назначают Панина. А Панин, как о нем писали современники, был худшим воплощением еще той Николаевской системы. Ну, во-первых, он кто такой был? Он был министр юстиции. Человек очень высокого дворянского рода. Очень презрительный, высокомерный. И хотя он со всеми общался картинно очень вежливо. Но все говорили, что он ужасный сноб, высокомерный чувак и так далее и тому подобное. У него суждения были очень, что называется, продвинутые в кавычках. Ну, например, он тормозил вообще все реформы. Как министр юстиции он был причастен к судебной реформе. И он говорил, слушайте, а зачем нам в России институт адвокатов нужен? Вот хотят институт адвокатов ввести. Нам не нужны никакие эти адвокаты. Потому что, ну что, где адвокаты, там вольнодумство и революция. Дальше. Вот есть инициатива, значит, отмены телесных наказаний. Ну как мужика не бить? Ну вы совсем что с ума сошли? Он противился этому. И он жутко тормозил военную реформу. Он предложил императору, давайте мы введем военное положение. Вот прямо сейчас, в 1859, в 1860 году введем военное положение. Потому что уже же звучат такие нотки, что крестьяне бунтуют. Им реформа, может, наша не понравится. Они будут бунтовать. И уже подтягиваются войска в губернии, чтобы в случае чего бунты эти душить. Давайте военное положение введем, государь-император. И реформа под стол пока. Там народ-то может как-то утихомириться. Все образуется. И мы дальше ее провернем. Вот. И еще один член этого комитета крестьянского, Муравьев, о котором я уже говорил, министр государственных имуществ. Он тоже постоянно пишет записки о том, что нужно все-таки эту реформу там поджать. Дальше идет же обсуждение, как крестьян отпускать, с какими наделами. И Панин все время говорит, что надо занизить количество земли, которое выдается крестьянам. То есть закон носит про помещичий уклад. С одной стороны, с другой стороны, Панинам жутко тормозится. И в конце концов, все эти... Ну, в России же еще что сильно очень. Дело производства. То есть мы можем бумагами вообще завалить, просто убить любого человека. Вот любой подчиненный может начальника просто превратить его жизнь в ад. Не то, что не исполнением поручений, а исполнять их так, что, ну, просто никакого решения невозможно принять. Ну, смотрите, они, значит, государю-императору в октябре 1860 года подают докладную о том, что, вы знаете, государь-император, мы рассмотрели все предложения, Панин говорит, и у нас есть некие соображения. Мы тут очень короткую справку подготовили по всем этим делам, и вам ее вручаем. Справка из 35 томов. Ну, вы понимаете, да, что это такое? Это просто такая не итальянская забастовка, но затягивание процесса драматическое. И нервы уже у императора не выдерживают. 28 января 1861 года он выступает и говорит, дело должно быть закончено тотчас же, до весны, то есть до начала пахотного сезона. Вопрос надо закрыть. И все, уже заднего, конечно, заднюю не дать. И понятно, что Милютин, который очень участвует в этой реформе, и Самарин, который в ней участвует, Милютин пишет царю, что мы пытаемся, когда он говорит, как дела-то там идут у вас в этих редакционных комиссиях, он говорит, мы пытаемся соблюсти баланс между интересами помещиков и крестьян. И не получается у нас пока этого баланса достичь. А самые главные, понятно, что самые главные противники реформы, это помещики, которые владеют землями в черноземных областях. И вот прям гнездовище антиреформаторов в городе Москве. Москва против просто все помещики московские. Они говорят, что в Питере сошли с ума. Они, значит, там набрали либерах. И эти им толкают какие-то либеральные, значит, эти тезисы про отмены крепостного права. Мы здесь живем своим укладом уже там 800 лет и жить так будем. И Москва насмерть просто стоит. И Москва просто такой центр вот этой антиреформенной деятельности. Но, тем не менее, все. Государь-император сказал. И 19 февраля по старому стилю, 19 февраля 1861 года подписан манифест об отмене крепостного права. Подписан, но не опубличен. Опубличен он тоже очень интересно. Он опубликован. И царь его сам прочтет в Петербурге. В регионах будут специально посланные чиновники читать. Он опубликован 5 марта 1861 года в воскресенье. Почему в воскресенье? Религиозный праздник. Прощенное воскресенье. Все православные должны друг другу все прощать. Если, может, вам манифест не нравится, товарищи крестьяне, мы как люди православные нам простите. Хотели как лучше. Вы уж нас извините. Ну, на всякий случай подтянули войска в губернии. Особенно там, где были крестьянские восстания. И так реформа свершилась. В чем она состояла? Сегодня, с момента опубликования манифеста, крестьяне больше не крепостные. Они временно обязаны. Что это такое? Это значит, как вообще было устроено до вот этого дня, до принятия манифеста. Крестьяне возделывали землю. Они свою землю возделывали и хозяйскую. Своя земля их кормила. Они там скотину пасли, получали молоко, репу, картошку сажали, рожь собирали, ели с этого, натурально ели. А остальную часть земли, помещи, они обрабатывали, собирали урожай, и помещико удачно там продавал на рынках с помощью своих приказчиков. Вот так работала эта нехитрая экономика. Теперь крестьяне свободны. Но не свободны, а временно обязаны. Потому что еще их, конечно, отпустили на волю, но не до конца. Что в их собственности? Дома, в которых они живут, приусадебные постройки, которыми они пользуются, и любое движимое имущество и личная собственность, включая скот. Крестьяне получают выборное самоуправление. То есть выборное самоуправление – это сельское общество или община. Это тоже очень важный момент. И он в этой реформе тоже сыграет такую, знаете себе, половинчатую роль. Значит, помещики обязаны представить придомовой участок и полевой надел, то есть землю. Но не лично каждому крестьянину, а в крестьянскую общину. А дальше крестьянская община должна распоряжаться сама. Ну, то есть буквально как в общежитии. Вот у вас есть совет общежития. И он говорит, кому в какой комнате жить. Вот так община будет распределять эту землю. Община получила землю от помещика и говорит. Иванову – столько-то десятин земли, Петрову – столько-то, а Сидорову – побольше. Потому что их там 18 человек в семье. Вот так это распределялось. Что крестьяне взамен? Они же эту землю не бесплатно получают. Они должны заплатить за нее деньги. За пользование наделом, который они получили от барина, они еще должны будут еще не временно обязаны. За землю надо расплатиться. А во-вторых, в течение 9 лет они должны за пользование наделом нести ту же барщину или тот же оброк. Размер на дело устанавливается помещикам в отношении крестьян в уставной грамоте. Уставные грамоты составляют сами помещики. Сельское общество теперь имеет право выкупа земли. Что это значит? Это значит, что вот есть цена земли, которая определена этим манифестом и этими редакционными комиссиями. Ты должен за эту землю, крестьянская община должна заплатить 20% сразу, а 80% за тебя заплатит помещику государство. А эти деньги отдаст тебе в ипотеку. Мы дальше на ней подробно остановимся на этой ипотеке. Можно было не выкупаться. Можно было сказать, что я ничего выкупать не буду и получить землю бесплатно. Но 25% от надела. На 25% от надела, предусмотренного закона, прокормиться было невозможно. И дальше разработалась система выкупных платежей. Что это такое? Это значит, что государство выкупает землю у помещика и продает ее крестьянам. А крестьяне в рассрочку 20% отдали сразу, а 80% должны платить государству в течение 49 лет. Вот такая, казалось бы, выгодная ипотека. Но дальше мы к ипотеке-то еще вернемся. Но дальше больше. А какую землю крестьянин получает? Вот до реформы у крестьянина было некоторое количество земли. Например, 7 гектар у крестьянского хозяйства, у одного. Они же были все помещичьи, но помещик знал, что эти 7 гектар, они там у крестьянина, он свою репу сажает. А вот эти 26, он обрабатывает вместе с другими, они мои. Поэтому сколько у него там земли в данный момент, не волнует, потому что она все вся моя. Устанавливаются минимумы и максимумы наделов. Если в пользование крестьянина надел меньше, чем положено ему по реформе, ему надо землю прирезать. То есть помещикам больше должен дать земли. А вот если больше, то помещик должен отрезать эту землю у крестьянина. И вот это вот отрезки, самое главное, заноза этой реформы. Что в итоге получил крестьянин по реформе? Он получил 3,3 на земле. Это приблизительно 3 гектара. В среднем по стране это получилось меньше, чем он имел до реформы. Причем совершенно понятно, что в черноземных районах земля лучше, в нечерноземных она хуже. Но вот отрезки, что в отрезках этих важно? Вот смотрите. Дали вам квартиру в ипотеку. Ну и, например, застройщик этого дома, где у вас квартира. Он вам говорит, Сергей Сергеевич Минаев, квартиру вам в ипотеку государство дает. Но поскольку дом принадлежит мне, есть один нюанс. Вы знаете, вот пространство от вашей квартиры до лифта и мусоропровода, оно мое. Поэтому, когда вы будете мусор ходить выбрасывать или на лифт каждый день спускаться, вы мне будете платить по 500 рублей в день, например. Но это же моя земля, не ваша, у вас же квартира только. Поэтому вы мне платите деньги. Я вот на пальцах объясняю, что такое отрезки и через полосицы. То есть у крестьянина есть земля, у нее есть скот, а скот надо гнать на лук. А лук становится хозяйской собственностью. Или через полосицу. Вот здесь ты реп сажаешь, твоя часть земли. А здесь помещичья. А здесь опять твоя. Но ты же не можешь туда-сюда ходить. Поэтому ты возьми, пожалуйста, вот этот кусочек отрезка у меня в аренду. А аренда в три раза выше рынка. Ну что ж, значит, несправедливо. Другой-то аренду тебе никто предложить не может, старик. А тебе надо коров на водопой водить через мою землю. А вот это лес, он мой. И помещики похвалялись, что мы деревенские общинные земли просто вот так вот окружили по кругу своими землями. Они не могут ни скот выпасти без нас, ничего. Они вынуждены эти отрезки брать в аренду и платить огромные деньги. И один из немецких арендаторов позже, уже через 10 лет после реформы, он там будет искать землю в аренду. И будет все время узнавать у помещиков. А есть в этой усадьбе отрезки. Потому что отрезки это самое важное, что есть. Самые лучшие куски земли были, которые были у крестьян. В общем, вот так отрезаны. И это самая большая проблема. До революции 1917 года крестьянство будет о ней говорить и постоянно требовать отмены этих отрезков. Дальше выкуп. Почему крепостной крестьянин становился не свободным, а временно обязанным? Потому что он должен быть временно обязанным до момента выкупа. Выкуп этот я вам на пальцах рассказываю. 20% ты вносишь платежа сразу, 80% за тебя вносит государство на 49 лет. Но вносит же не просто так. Ты должен платить ежегодный платеж под процентную ставку 5,6%. Я вам не буду долго математически это раскладывать, но просто чтобы понять, как это происходило. Первое. Землю оценили нерыночно. Ее оценили от 3 до 5 раз выше, чем она стоила. Чтобы помещикам потрафить, чтобы у них было больше денег. Во-вторых, этот ипотечный платеж на 49 лет. Вот все это вместе привело к тому, что к 1906 году, то есть сколько получается-то? 45 лет после реформы. К 1906 году крестьяне, российские, заплатили за свою землю 1,571,000,000 рублей. А рыночная ее стоимость была 544,000,000. То есть они взяли и переплатили 250%. Не то, что они взяли и переплатили. Государство сделало так, чтобы они переплатили 250%. Как знаете, в нулевые, в конце 90-х, в начале нулевых, банки вот этими мелкими строчками кредит очень выгодные давали. Но только там в мелких строчках было написано, что ты там заплатишь в 5 раз больше, чем этот кредит есть. Ну, на языке аферистов это называется схематоз. Вот такой схематоз российская империя предложила своим крестьянам и воплотила его. То есть крестьяне получили меньше земли, чем у них было до реформы, помещики получили лучшую землю, еще отрезали ту, которую, землю, которая была излишками у крестьян, затрудняли крестьянское хозяйствование, и крестьяне на 49 лет попали вот в эту кабалу, потому что денег ни у кого не было. И опять же, можно было отказаться и выйти, отказаться от этой земли, и крестьяне так и делают, потому что они понимали, что мы никогда не расплатимся. Сначала, когда реформу прочитали, что сделал добрый русский крестьянин? Он сказал, ну это вранье. Вот когда начали эти грамоты подписывать между помещиком и крестьянами, в первый год 60% грамот крестьяне не подписывали, они говорили, царь нам дал свободу. А вы, твари, помещики, все извратили, мы читать не умеем, мы же неграмотные. Но нам сказали, что в Питере документ другой был, вы все поменяли. Наивно думал русский крестьянин. Ничего подобного, конечно, документ никто не менял, просто документ был составлен в интересах помещиков. И вот таким образом реформа эта состоялась. Крестьянин получил меньше земли, он попал в долговую кабалу, и, в общем, он пострадал. Но пострадал и помещик, потому что, честно говоря, этот класс умирал. И он не мог новым хозяйствами никаким заниматься. И эта реформа, да, все эти поместья, которые в долгах были у государства, к ним вернулись. Ну, они их начали по новой закладывать, чтобы ездить на воду в Баден-Баден и бухать в Ницце. Конечно, были люди, которые начали перестраиваться на капиталистический уклад труда. Но их таких были единицы. А класс херел, загнивал и превращался вот в этих трутней, которые, собственно, никому были больше не нужны, потому что купечество и новые фабриканты капитализм надвигал. С помещиками там не было места. И вот это некрасовское стихотворение «Порвалась цепь великая», одним концом ударило по барину, другим по мужику. Так оно и было. Никаких счастливых людей после реформы не осталось. Ну, опять, да, давайте с большой начальством, извините меня, господин Некрасов, но тоже это небольшое лицемерие. Потому что по мужику-то, конечно, ударила она и ударила сильно. А по барину, что она ударила? Да, она у него будущее как бы отняла. Ну, во-первых, отняла за деньги. А во-вторых, слушайте, сами помещики не хотели ни в каком своем будущем участвовать. Переходя к анализу реформы. Крестьяне стали свободными. Прекратился институт этот купли-продажи людей. Можно было уйти из общины, отдать землю и стать городским пролетариатом. И действительно, экономика России получила много рабочих рук. Юридически институт крепостного права отменен. Но как социальный институт, он все равно еще сохранен до начала 20-го века. Выкупиться из этой кабалы очень трудно. Выкупная стоимость была в несколько раз выше рынка. Когда мы складываем эту рыночную стоимость и почечный платеж, проценты по кредиту, по итогу крестьянин переплатил в разных регионах за свою землю от 4 до 7 раз. Отрезки. 20% отрезков это были лучшие земли. Как я вам сказал уже, луга, выгоны для скота, проходы к водопою. Все это отдавалось в аренду крестьянам по цене в 2 раза выше рынка. И все эти отрезки не были отменены. Они отменены были только в 1917 году. Это во всей революции, в 1905 году, в революции, это был главный крестьянский вопрос. И отрезки там были одним из таких вот базовых камней. Безусловно, реформа способствовала прогрессу российской экономики. Производительность сельского хозяйства увеличилась. Многие крестьяне переходили в пролетариат и формировали новый класс. Формировали заводчан, формировали совершенно новый социум. Этот социум стал потом главным двиглом революции. И 1905, и уж, конечно, 1917. К 1881 году, я вам сказал же, что в 1863, к 1 января 1863 года, 60% уставных грамот крестьяне отказывались подписывать. Более того, крестьяне стали бунтовать. За 5 лет до реформы было всего 474 крестьянских бунтов. За один ток 1861 их было 1176. И некоторые бунты подавлялись с огнестрелами. То есть крестьян убивали, в войска входили и убивали бунтующих. То есть это была, в общем, кровавая история. И Россия буквально боялась крестьянской революции. И даже она считала, что эта революция началась и идет. К 1881 году временно обязанных осталось 15%. Тут надо, кстати, тоже базово сказать, что крепостные крестьяне не составляли подавляющий процент российского крестьянского населения. По разным оценкам 36-40% только были крепостными. И реформы, конечно, были же не только крепостные крестьяне, были еще государевы-крестьяне. Там реформа была мягче, потому что стоимость всего на всего была завышена в 2,2 раза, а не в 4, и не в 7 раз. Но, тем не менее, она мягче там прошла. А вот дворовые, например, они же тоже были крепостные, а земли у них не было. И эти люди фактически были обречены на голодное существование. Либо продолжая при дворе барин трудиться, либо иди на свободу, у тебя же все, имущества никакого нет. И это была катастрофа абсолютная. Недоимки крестьяне не могли платить, у них не было денег. И вот просто вдумайтесь, к 1902 году сумма недоимок составляла 420% от суммы ежегодных выплат. Эти деньги невозможно было уже собрать. И в итоге, в 1906 году, после первой русской революции, списали эти недоимки. Николай II сказал, так уж и быть, монаршей волею прощаем. Потому что понятно, что не собрать было эти деньги. Вы и так уже полтора ерда хапнули с крестьян. Куда уже? Ну и вот списали эти недоимки. Еще один недостаток реформы. Крестьяне получили по этой реформе на 30% меньше земли, чем у них было до реформы. Крестьяне... Эта реформа способствовала, как я вам уже сказал, переходу в пролетарской состоянии, но она способствовала и обнищанию крестьян. Много разоренных, так называемый сельский пролетариат, община опять не отпускает. Потому что общине же платить за эту землю. Община получила землю у помещика, и община должна ежегодно вносить платеж. Если ты сейчас убежишь, то, соответственно, это бремя распределится на нас всех. Нет, ты уж давай, чувак, сиди с нами. То есть, такое тоже было. В итоге реформа прошла, экономику она, конечно, толкнула. Реформа половинчатая, несправедливая. Уже много-много об этом сказано, но, тем не менее, она состоялась. Она могла вообще не состояться. И если бы сидели везде такие господа, как Панин, она бы, конечно, не состоялась. Но все-таки были люди, которые понимали, что эта реформа тормоз развития страны. Как я вам уже сказал, недоимки списали в 1906 году, а отрезки закончили с отрезками только в 1917. Но, тем не менее, много крестьян выбрали для себя другой путь. То есть, они становились купцами. Тот шел работать на фабрике, становился мастерами и так далее и тому подобное. Но, по большому счету, что называется, кому как повезло. Реформа, конечно, была несправедлива по отношению к крестьянам. Конечно, это было великое ограбление русского крестьянства. Но вот такова была цена свободы. Еще один момент. Безземелье. Крестьянам земли не хватало многим. Они могли себя с нее прокормить. И, казалось бы, сделайте переселение людей в Сибирь. Там земли это во. И это то, чем потом будет Столыпин заниматься. Столыпинская аграрная реформа – это переселение крестьян. Почему? Потому что за Урала много земли. Ее нужно обрабатывать. Надо туда людей перевозить, создавать им условия труда. В 1861 году об этом не подумали. Ну, понятно, что логистика была сложная. Как таковых железных дорог еще не было и так далее. Но, тем не менее, вот этот базовый вопрос, который тоже надо было решать, он решен не был. В памяти о реформе был построен Александр Невский храм в Москве. Он начал строиться в начале 20 века. И закончен он в 1917 году на Меусской площади в Москве. То есть, в районе метро Новослободская или Менделеевская. Впоследствии советской властью взорван, уничтожен этот храм. Аграрный вопрос оставался главным в России до, в канун всех революций 1905-го и 1917-го. И Столыпинская реформа пыталась ошибки 1861 года исправить, но неудачно. А потом Столыпина застрелили. Вот такой вот рассказ об отмене крепостного права в России. Я еще в качестве финала хочу сказать, что вот этот вот весь быт, вот эта вот картинка пасторальная, которая во многих сериалах, во многих фильмах, как хорошо жила вот эта вот глубинка. Помещики, вечера, вот эти театры поместные, луга, шампанское. Все это стоило российскому крестьянству полтора миллиарда. То есть, все это было сделано под невольным трудом, и крестьяне за свою свободу заплатили огромное количество несправедливо отобранных у них денег. Спасибо, что смотрите уроки истории. Я еще раз вас попрошу, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»